привет бештальт очередной называется стальон темно-коричневого цвета рама заявленной из хромоля и вот этому бедолаге досталось крепче всех по дороге прям очень сильно избит даже можно посмотреть на переключатель по которому прилетала доставка конечно потрепала эту карьер коробку она уже раскрылась практически сама будем посмотреть что к чему и как тут сделано немножечко иначе все упаковано прям ехал он на этой часть цен честно скажу не знаю поэтому буду оценивать исключительно техническую составляющую о хомутов насыпано коробка это прикольно ну и начнем с коробки коробка тоже конечно помяла с маленькой педальки в лгает хорошо в лгает бренд на опыте который делает педали для многих других брендов так они у нас на втулках скольжения крутится нормально пластиковые педали с широкой достаточно платформой с пластиковыми шипами то есть но не тяжелые хорошие педальки в целом можно сказать ну на втулках скольжения понятно что они не вечные здесь нет никаких уплотнений дополнительных просто пластик на железке но учитывая что этого лга служить они будут нормально обмотка лежит не установленная на роль это в какой-то степени хорошо потому что позволяет нам отрегулировать положение пистолетов на руле ну заглушки под карман сделаны так здесь есть что-то да здесь у нас есть охапка катафото которые опять же ставить не буду ключик для системы правы правил и тормозной диск безымянный ну естественно инструкция к велосипеду тулочки тут у нас также идет новотек такая как мы видели на фэтбайке а может и не видели не знаю в каком порядке видосы будут публиковаться ну в общем втулка на двух промышленных подшипниках не самая моя любимая конструкция но тем не менее втулка под 15 миллиметровую ось это значит что любую хорошую какую-то вилку с высокой торсионной жесткостью мы сможем поставить обода широченные просто резина cst конвой cst это производитель резины в том числе который делает для максиса резина хорошая высокого качества стеночка у нее достаточно тонкая то есть она будет обладать накатом несмотря на свой протектор а протектор у нее достаточно накатистый то есть это такой интересный велосипед получается стальная рама тоже наверное как для туризма можно его позиционировать довольно странная ободная лента я такого еще не встречал сэкономили китайцы да получается немцы спроектировать китайцы сделали очень узенькая обода абсолютно не поддерживают бескамерную установку хотя резина мне кажется смогла бы резина направленная 700 на 50 c прикольно но считаю что 29 покрышка 20 стандартные покрышки 29 на 225 230 240 и 250 даже на этот обод вполне себе встанут обод очень широкий объемный колесо ну не скажу что ощущается супер тяжелым но сама резина интересная то есть она получается и широкая и накатистая так по в одной ленте есть нюансы смотри как завода сделано то есть она очень узкая и ну блин зачем такую ширину сделали об одной ленту надо переделывать потому что так нельзя ездить давление чуть больше накачаешь и камера вот об это отверстие будет повреждена а сколько таких отверстий здесь по периметру судя по судя по тому что я вижу такое отверстие всего одно было но случайности как могут случаться но можно просто выставить конечно и аккуратно на серединку эту ленту но если делаете для себя то смысл наклеить ее зафиксировать изолентой хотя бы по краям чтобы она сидела на своем месте по центру и не открывала отверстие как минимум желательно до свободной ленты здесь сэкономили такое впечатление что планировалось что резина узкая будет относительно лента под нее подобрали обода оставили широкие от другой модели разбираемся с упаковкой дальше велик пришел на обзор ссылка на него будет в описании на магазин который его предоставил точно также то есть сборочка не под клиента просто на обзор прикиньте я дожился наконец-то до этого в рулище рулище здесь классный вещи здесь кайфовый сам себе хочу сейчас подобный руль с разведенными в стороны вот этими нижними рогами удобство конечно это все вкусовщина мне бы хотелось может видеть чуть более крупные загибы и чуть более широко разведенные но это опять же подрост кому как но то что он разведен в стороны это уже некоторый плюсик удобству интересным образом зафиксированы рубашки привода трос ну тросик тормозов резинка сделана вполне себе интересное решение и здесь классическая изолента ну закреплена рубашка для того чтобы потом можно было уложить аккуратно обмотку руля честно говоря изолента под растянулась то есть надо будет ее заново переклеивать несмотря на вот эту шильдочку made in germany наклейка под лаком здесь не обошлось бы без любимой китайской надписью new fashion ну как бы чувствуется скажем так китайский след во всей этой истории цвет красивый приятный он то есть заявлен был типа что он там бро браун дать он коричневый серый но выглядит он таким не знаю как не знаю с чем сравнить но это не это не коричневый цвет в классическом его понимании надпись просто серебристого цвета смотрится все это органично на один из шатунов одета резинка вот такая почему только на один очень интересно может быть вторая резинка вторая резинка оказалась в упаковке хорошо что я еще не выкинул да то есть надеты сразу резинки интересный подход вроде как велик подороже должен быть состоят тормоза механика потому есть объективное объяснение на котором чуть чуть попозже сейчас я пытаюсь подрать упаковку с вилки вилка здесь стальная также граммов не знаю хромолит или хайтен мне по мне так не сильно важно потому что многое сильно зависит от термообработки этой стали многое сильно зависит от того какой толщины стенки то есть хайтен он тоже сайт совершенно разный может быть по скажем качеству финальному изготовления вилка снабжена ну я считаю достаточным но не избыточным количеством креплений под всякие сумки крылья багажнике то есть нормально можно ехать в вилке используется вроде как 15 миллиметровая ось шириной 100 миллиметров я же не просто так об этом сказал что втулочка у нас да это 100 миллиметровая вилка и втулка то есть не бустовая если вдруг будете менять вилку на этот велик на мягкую то соответственно выбирать версию шириной 100 они более современные 110 вынос изготовлен аккуратно никаких там соплей и кусков облоя не болтается то есть чистенько чинно благородно скажем так это рулевая колонкой от фирмы нека должна быть хорошего качества надо наверно проверить с чего она для чего я выворачиваю винт регулировочный собственно говоря вот ромашка вот это якорь забитая в стальной шток помощью этого винта мы будем регулировать потом преднатяг рулевой колонки у рулевая колонка на промах стоит в алюминиевых чашках то есть не прямиком в стальной раме именно идет чашечка отдельно и отдельно пром подшипник все сухо то есть сам пром то конечно он смазочки но дополнительно шток никто не смазывал смотрим снизу снизу у нас есть стружечка рулевой колонки вот такое у нас качество здесь так что рулевую колонку мы сейчас разберем полностью вытряхнем из этой рамы грязище и обязательно смажем посадочные места колечко нижние опорная для рулевой колонки идет разрезное здесь она несложно снимается при большом желании в такую раму можно засунуть конусный шток ну защелки отваливаются которые держат рубашки это классическая история для вот этих защелок я предпочитаю использовать хомуты обычные нейлоновые хомуты подшипник получится вытащить его тоже помазать нижний пока не поддается верхний верхний подшипник имеет на себе следы смазки не скажу что она тут густая но но лучше бы его подсмазать погуще чтобы он поменьше корродировал и шток вилки то же самое надо посмазать чтобы вот таких вот очагов коррозии было как можно меньше вообще говоря если вы планируете эксплуатировать свой стальной велик много и в том числе зимой либо в походах в том числе под дождем они кататься выбирая исключительно сухую теплую погоду то пролить внутри раму мавилем или как ким-нибудь смазочным материалом распыляемым имеет вполне себе смысл чтобы создать защитную пленку на поверхности то есть снаружи сталина защищена краской красивой аккуратной классной краской швы кстати тоже очень красивые аккуратненькие пока не вижу каких-то дефектов сам шток можно конечно обработать тем же спреем которым вы будете обработать обрабатывать внутреннюю часть рамы вплоть до того что это может быть vd-40 потому что в составе этой жидкости есть воски которые в общем будут какое-то время держать пленку на поверхности ну а густая смазка которая сейчас использую она собственно основной задачей будет именно создание масляной пленки на вот этой железной поверхности чтобы очаги коррозии которые здесь есть до которой я там пишу тряпочкой потер они не разрастались и новые самое главное новые очаги коррозии на штоке не образовывались смазываю и сам шток и посадочные места под подшипники в чашках чтобы не ровели сами подшипники потом побрызгаю спреем внутрь рамы в том числе и в подсидельную трубу как я это делал с фэтбайком или как буду делать с фэтбайком не знаю в какой последователь будет выходить видосики но ссылочка на все эти велики будет в описании на гештальт кстати говоря почехать тряпочкой на самом деле не самый лучший вариант для удаления лопухов коррозии взял все таки этот скотч брайт и вот им прям отлично получилось оттереть маленький очаг он создал вокруг себя довольно большое пятно ровчины то есть сам шток еще вроде живой но лишь вокруг маленького пятнышка образовалась целый целый лопух алюминиевые рамы не являются абсолютно коррозионно устойчивыми они тоже неплохо гниют так сказать при особенно попадании щелочи то есть надеяться что ваш алюминиевый велосипед будет там служить вечной и никогда не испортится это безрассудство если хранить его в каком-нибудь сыром месте то он благополучно пойдет белыми лопухами не рыжими и тоже может сломаться по месту где возникнет коррозия но при эксплуатации преимущественно в сухом климате в сухом в сухих условиях дело когда вы не плаваете на нем там постоянно коррозионная устойчивость алюминиевых сплавов конечно все таки выше чем у железных сплавов но стали ты сплавь сплав основной частью которого является железо которое вот как раз коррозирует в рыжим цветом ржавчиной и вот дополнительная пленочка на алюминии образуется самостоятельно оксид алюминия он образуется на поверхности алюминия очень быстро и только щелочь может этот оксид разрушать тогда сам металл начинает вступать в реакцию с воздухом или той же самой щелочью на стали такая пленочка сама по себе не образуется и вот с помощью масла мы эту пленочку как раз сделать и можем вот ну по крайней мере в тех местах куда получится добраться с помощью спрея и трубочки сильно много лить тоже не надо но с каретки потом все потечет но по крайней мере видимые области можно обработать использую смазку для цепи она при распали при распылении довольно жиденькая сможет там протечь куда-нибудь сейчас покручу еще раму поверчу запутать хочу и потом она станет такая липкая на стенках будет просто прилипший собирать на себя пыль и грязь шатуны правил шарм а где гайка ключ есть в коробочке гайки нет тут тоже нету гайка здесь должна быть пластиковая в том что там смысл тоже только в том чтобы отрегулировать всю эту историю но она может быть пластиковым может алюминиевая сам ключик идет пластиковый под шестигранник ну чтобы он свернулся прежде чем вы преодолеете усилия в 0 7-1,5 ньютон-метра по резьбе подходящим вариантом оказывается м18 шаг 1 действительно и нарезать каленое железо это прям одище тем не менее оперативно нацарапать болтик из стального всашного для этой системы правил шарм получилось и это хорошо потому что конкретно этот велосипед поедет без проблем судя по всему очень крепко ему досталось дороге я сейчас еще раз перепроверил коробку мешок может быть в мешок ну коробка порванная была может мешок выпала нет его будто бы сюда как бы и забыли вкрутить хотя след от удара какого-то на шатуне присутствует может быть винт был пластиковый и скажем от удара он немножко потерялся хотя даже осколков редьмы никакой день нигде не нашел да бог с ним в общем с винтом возвращаясь к самому велосипеду кроме дренажное отверстие здесь есть она резьбовое переклюк отсутствует и это хорошо присутствует неру white звезда присутствует цепь кмc очень похоже на оригинал ну по крайней мере по той видео инструкции которая сам периодически для себя просматривать отдельная труба 27 и 2 и отверстие под внутренней подводку рубашки к сожалению для управления допером отсутствует ну в общем-то и монетку дропера на руль будет тяжеловато приспособить еще один пострадальческий момент у этого велика отсутствует как будто на нем издевались ей богу отсутствует наконечник на тросике но здесь скорее всего я буду кое-что там редактировать в частности мне кажется необходимым снять и заднее колесо в том числе хоть втулкой на промах за регулировать здесь ничего не надо она все должно крутиться отлично а вот ободная лента смотри сразу же просто сходу ободная лента здесь такая же самая узкая также отверстие то есть есть риск что ты накачаешь колесо поплотнее чуть-чуть надо надолбишь туда давление и у тебя камера просто в дырку и тут сделать чпук соответственно надо как-то фиксировать камеру либо использовать ободную ленту самоклеящуюся либо поискать тому ободную ленту большей ширины у себя либо зафиксировать просто изолентой с двух сторон эту ободную вы приятный момент смазочка есть на самой оське заднего колеса она нанесена это приятно это хорошо одно получился доступ ко всем этим выбором куда можно побрызгать масличка чтобы и внутри перьев она тоже не ржавела где-то здесь а здесь выбор у нас спрятан здесь выбор у нас спрятан вот здесь к нему особо не подлезешь в жизни туда еще выборы то есть это вот такие вот маленькие отверстия для сварки они нужны чтобы нормально сваривалась чтобы не выбивала горячим воздухом шов который укладывается и вот в них соответственно можно мобилькой либо таком маслом пробрызгать тормоз главное не залить кассета также используется микрошифт то есть теме микрошифт адвент x которые здесь установлено должно все это хорошо работать оська стальная то есть новотек со стальной осью крепенько про эту классику надо озвучить да что резьбу у педалек обязательно смазываем шатуны у нас алюминиевые швы это все дело не прикипела закручивать надо будет крепко и каждую свой шатун интересно получится разбортировать эту покрышку руками без инструмента вот опыт широкий по идее должна быть такая возможность ну там смысл в том что мы бортировочный штук центр обода сталкиваем ну да пожалуйста без инструмента получается разбортировать то есть обод этот совсем без камерку не возьмет даже если использовать такую бомж бомж эдишен камера тяжелого покрышечка легенькая камера тяжелая камеру можно заменить на тп ушку ну на полиуретановую по моему дало без камерка у меня подписано видео по крайней мере на заголовке такая история там можно просто посмотреть про эти камеры просто ободная лента смотри ну куда такое годится и она естественно при бортировке покрышки будет постоянно смещаться в 10 лет остался таком камерой было поджато накачали бы на заводе больше давления 700c на 16 ну ну 700c же колесо вот пожалуйста лента 700c китайцам как сказали 700c так они сделали все хорошо но можно посмотреть поподробнее на состояние и содержимое обода обод пистонированный это хорошо для прочности но толщина здесь не очень большая но и правильно обод крашеный то есть вишу тут не везде идеальная прокраска внутри но она внутри в общем-то и не нужно а вот шов на ободе стыкованный и состыкован он довольно аккуратно но состыкован он не цельной вставкой как это у сален а у сан рингал идет прям по всему профилю вставка здесь что-то типа штифтов что ли либо просто очень аккуратно встык собрана да похоже что просто очень аккуратно собрана встык и на клей на наклеечки держится то есть если сюда придет какой-то удар то она разойдется довольно быстро и легко ну что ж в данном случае подойдет и 30 миллиметровая лента и более широкая тоже сядет хорошо бескамерность опять же здесь не является целью до краска такая себя но и это без жирки подразъедает выручит макса макс ваксовская ленточка ободная шириной 28 но она просто есть в достаточном количестве и соответственно я еще сюда буду наклеивать бескамерная лента даже для камерных ободов хороша тем что она не будет елозить вот я ее куда я приклею там она и будет лежать и когда мы будем снимать ставить покрышку она никуда не зашкориться и не будет мешать вставать покрышки ровно на свое место поэтому в общем то это хорошее решение впрочем изоленту могла быть хорошим решением но ее бы наклеивать надо было бы два раза хотя возможно вышло бы это немножко подешевле чем бескамерная ободная лента но вес вес мы экономим на без на бескамерной ленте так найти ответ под ниппель и возле него пи с перекрытием немножечко обрезать все монтаж скажут неопытный зритель канала ну давай попробуем еще раз снять проталкиваем шнур к центру обода ну чтобы сместилась все это дело и а по получается возможность кстати тюбл из рэди покрышка ну повторюсь что он даже на глаз видно что она могла бы работать без камерного что сделано отлита аккуратно резина приятно выглядит качественно стенка не сильно толстая у нее но и не сильно тонкая то есть это не бумажка эта покрышка прям вот готова ездить бескамерно поэтому прям вот если будете кататься покупать себе этот велосипед на в качестве такого турист грэвел ну да можно сказать что это грэвел на на стероидах что с жирной резиной такой перри грэвел не до мтб получается на соответственно размерах близких к мтб потому что у грэвелов частенько можно встретить 12-миллиметрового ось специально ну просто скажем так грэвел это прострадание и ну вы должны страдать 12 миллиметровой оси потому что то ну что вы просто страдали что на не меньше компонентов по 12 миллиметров и штальт здесь немножечко отклонились так сказать от нормы общепринятой нормы максимум страдания ну вот конечно шутка они сделали получается 15 ось спереди и сзади на раме тоже есть один очень относительно такой приятный момент но скажем так у него есть и плюсы и минусы но об этом я позже когда доберусь до до хвоста велосипеда ну да ребята которые смотрят нет про велосипеда про работу по поводу ленты лента неплохая ну типа вот прям нормальная лента мне кажется в какой-то из своих колес я запихнул и через годик-другой если вдруг вновь залезу в это колесо смогу дать более полноценный отзыв но первые впечатления от нее абсолютно позитивные качество у нее очень близко к тому что дает нам бежевая лента тесса уж намного лучше чем черные вот эти и синие там там тетево они называются ленты которые это и ну тянешь и она прям разваливается за супер экономной толщины здесь толщиной сбалансировано все она не сильно тонкая не сильно толстая тесса тесса наверно примерно такая же может быть там каких-то там на какой-нибудь микрон потолще но в целом за полгода вот что я ее там несколько раз я ставил впечатление брать можно получается надежно в отличие от китайских лент дешевых сразу обратил внимание но на заводе постарались выставили покрышку таким образом чтобы надпись был была возле соска это можно сказать такая для красоты но по факту этого есть практически смысл если ты поймал где-то прокол в виде тоненькой металлической проволоки либо маленькой стекляшки ты снимаешь камеру и можешь найти этот прокол только в воде пусть и снял камеру вытащил из покрышки если ты никуда не перекручивал покрышку то допустим нашел где-нибудь прокол на камере вот здесь да да и ты потом прикладываешь камеру обратно к покрышке ты знаешь что у тебя сосочек был возле надписи прикладываешь и тебе намного легче найти место но все но там либо вот здесь либо вот здесь он будет на равном удалении от надписи намного легче будет найти место прокола так что это и фетиш и практическое практически полезное решение ставить вот так а еще и подумал что белая лента это стиль сходится с надписями которые никто никогда не увидит давление в эту резину производитель предлагает качать от 2 и 8 до 4 с половиной бар она достаточно объемная в для полтинника объема на самом деле в бескамерной версии можно использовать давление вот 18 но у нас здесь версия камера поэтому я бы наверное качал о до двух с половиной по факту абадина очень широкий то есть на небольших давлениях покрышка все равно не будет рвать свой шнур мартировочные о ее кромку за счет налипающей грязи ну будет но очень мало об этом я в другой сборке гештальта буду рассказывать о седлой подседельный штырь двухболтовый конечно может быть он чуть-чуть такой кондовенький брутальненький я прошли сейчас 27 2 то есть подседельные штыри с актуатором не пневматически найти можно в этом размере сейчас ходом до 125 миллиметров но блин на роль там некуда особо монетку поставить хотя это тоже момент решаемый в некоторых случаях сидушка она очень мягенькая здесь судя по всему какой-то гель используется в составе то есть она он смотри запоминает форму с не моментально разжимается и на именно так вот как бы придерживает форму и судя по всему под этой пенкой которая придерживает фон форму либо слой либо толщина такая что дальше будет мягко это очень хорошее решение для того чтобы ездить далеко и долго смазываю подседельный хомут некоторые туристы со мной могут не согласиться насчет седла но вот мое мнение пока сформировано такое ну по большому счету сколько людей столько и мнений и у каждого есть свои вкусы но на мой вкус решение отличное чем смазал хомут я планирую заклеить вот это вот место дырочку сию изолентой чтоб туда попадала как можно меньше воды внутрь трубы в каретке мы уже смотрели дренажное отверстие присутствует но скажем так чисто не там где постоянно убираются там где меньше ссорят и соответственно решение с вот такой вот пусть немножко колхозный но герметизацией она очень хорошо работает на практике ну и плюс сам хомут он двухболтовый очень высокий если бы он полностью перекрыл отверстие было бы прекрасно но чуть-чуть дырочка внизу остается поэтому разворачиваю все равно его разворачиваю здесь он садится свободнее чем на фете то есть с размерами здесь не промахнулись и за счет того что он смазан работать прекрасно то есть оно все будет хорошо скользить хорошо зажимать подседельный штырь об штырь садится плотненько с небольшим таким шевелением что очень хорошо скажется на ресурсе рамы то есть меньше шансов будет что она треснет когда штыри болтаются в посадочном в трубе это приводит к тому что возникают лишние напряжения в районе швов верхних части то что нагрузка распределяется неравномерно трубу вот в эту ее часть все просто в зоне хомута сосредотачивается этому когда вот прям тютелька в тютельку подходит подсидельная подсиделка к подсидельной трубе рамы это вот отлично очень нашел чувствуешь это флюс флюс был под может как-то на него скорее всего краска не легла ну в общем благодаря этому флюсу мы можем узреть что сие детальки к раме не приварены а припаяны это пожалуй хорошо то есть рама вся сварена а вот все эти крепления они припаяны латунью так собираем верхнюю часть рулевой колонки такое коническое разрезное колечко должно сесть между штоком и подшипником дальше у нас идет такая коническая скорее декоративную функцию несет этот конус и вот этот пыльник пластиковый несет уже практическую функцию защищает исключительно от пыли от влаги он там особо не защитит хотя резиновое колечко здесь она вот этому конусе присутствует но она скорее нужно для того чтобы когда мы снимаем вынос у нас вилка не сразу выпадал винт не затягиваем до одури он нужен для того чтобы отрегулировать преднатяг вот этих двух подшипников в рулевой колонке и не более того то есть слегка поджали проверили что крутится хорошо можно еще чуть-чуть добавить крутится все равно хорошо промы хорошие прям я уже крепко затянул они все еще прямо сейчас лично плавненько крутятся вот прям вот очень крепко затянул только тогда начала хоть как-то имитировать пережатие ну соответственно сделаю просто такую отрегулировочную подтяжку просто бывают ситуации когда ты ее до одури закрутила у тебя рулевая продолжает болтаться это повод заглянуть под крышкой посмотреть не вылезли не вылезли штока из выноса то есть может добавить необходимое колечко дополнительно проставочная коих здесь две штучки по 10 миллиметров и это тоже плюс кстати да я вы нас поставил так как привык сделать это на мтб с целью поднять руль повыше здесь у нас скажем гравл и конечно можно использовать этот трюк с повернутым вверх подъемом выноса но смотрится это не так стильно и в большинстве случаев на картинках привычнее видеть контрийные велосипеды и велосипеды для гревелов для шоссе с углом наклона выноса направленным к низу чтобы там более горизонтальная линия была но это вопрос стиля да то есть высоту как точку закрепления руля мы можем регулировать как проставочными кольцами так и переворачивая наклон выноса вот посадка делается чуть такой более пологой на подобных великах с целью снизить сопротивление воздуха на ходу ну и там тоже свои процессы есть при педалировании в организме своя скажем так кинематика движений она тоже может быть скажем лучше при условиях когда руль не слишком высоко сильно задран по поводу укладки рубашек вся вот эти застежки пластиковые на которые я периодически ругаюсь да они уже все по отлетали пока я тут с рулем с рамой крутился вертелся чтобы пролить раму чтобы снять колесо задние да с целью покрышку поставить нам на нормальную ободную ленту ну как-то вот так да у нас у тебя вот часто бывают такие дни когда ты чувствуешь себя таким пожеванным я себя сегодня чувствую таким же пожеванным как вот эта коробка все как-то с рук падает не ладится ну да и ободная лентами потом опять же отсутствующий болт и это при том что сей велик скорее всего выйдет первым из серии обзоров на гештальт тому соответствующие все ссылочки и маркировки будут видеоролики со всеми налогами и все дела да вот но выйдет этот собираю я его третьим по счету выйдет он скорее всего первым потому что ну я считаю что мой канал интересен в первую очередь потому что оказываю все косяки конечно но некоторые производители будут отрицательно к этому относиться да то есть там в мп допустим пустого я поворчал на некоторые из их продуктов перестали со мной сотрудничать типа ну нас надо только рекламировать про нас плохо нельзя не знаю может быть в этом может быть в чем другом причина можете относиться безусловно к тому что там но и капризничаю по поводу тех или иных узлов но я считаю что если ты предупрежден о всех возможных косяках если тебе показали как с ними бороться то товаром ты можешь пользоваться совершенно смело то есть если вдруг возникнут какие-то с ним проблемы ты возьмешь инструкцию да и мы там либо посмотришь либо послушаешь и легко есть устранить эту проблему то есть проблемы как таковой не будет ее уже обозначили ее уже придумали как решать такого чтобы продукт был идеальным ну сейчас встретить можно редко потому что темп от момента разработки продукта до выхода его на рынок настолько большой даже если ты чё-то где-то не дорабатываешь не успеваешь то тебя очень сильно опередят карин конкуренты если ты там будешь там вылизывать выводить до идеалом какую-то новую разработку то конкуренты тебя перейдят может сделают еще таких же более дешевых пусть менее вылизанных менее точных менее качественных вещей но они уже будут продаваться а ты пока там свое разрабатывал уже время потратил денег не заработал и жить тебе может быть вплоть до того что не нашли так что да классно когда есть продукт который выпускается много лет и полностью устраивает по качеству но к сожалению даже в таких условиях иногда необходимо двигаться с целью подкорректировать цену до чтобы быть более привлекательным для клиентов потому что конкуренты наделали более дешевых вещей при этом может быть не хочется терять качество но производители компонентов те или иные компоненты перестали просто выпускать да пусть модель поменялась модельный год изменился знаете что монетка дропера было бы неплохо на подобных штуках неплохо бы очень располагалась на клавише на клавише переднего переключателя передний переключ здесь отсутствует здесь нарывает звезда и 10 звезд сзади и вот если здесь была клавиша то привод пневмоподсидельника можно было бы поставить как раз на эту клавишу такие рычаги пистолеты бывают не жалко не жалко щелчок зажигалки холодное лето щелчок пистолет на фоне всех косяков с этим великом присутствие смазки на оси так радует на самом деле такой наш просто кусок кусочек чего-то теплого и доброго ведь она здесь просто необходимо потому что и рама стальная и ось стальная при попадании влаги сталь то железо но выделяет такую рыхлую ржавчину и может точку заклинить намертво если смазки там не будет не будет защиты хоть какой-то от коррозии давно зрителям канала не напоминал об ориентации традиционный для дисков является та сторона когда у нас видны надписи надписи должны снаружи быть ну и естественно там в большинстве случаев есть какая-то стрелочка которая указывает направление вращения колеса при движении велосипеда вперед так что такое блин по моему кто-то очень сильно поглумился над этим велосипедом повторюсь что я собирал до этого два других гештальта яс там просто пищал от того насколько кайфово все и классно здесь же умудрить положить винты для крепления тормозного диска под шестигранник при сборке следующего гештальта модель bigfoot я расскажу про эту тему но здесь шестигранник еще и на 3 гагашеньки проставочка не сделана сразу ось нужной длины но чтобы здесь было вот заподлицо сюда поставлена проставочка не ну шайбы это неплохо но как-то может не очень аккуратно вставляющем числе велосипедов которые поставляются фабрики винтики они не затянуты они просто при катании от вибрации от тряски они потеряются пожалуйста еще два винта крепления на нижней части трубы нижней трубы еще два винта крепления на верхней части нижней трубы вот здесь еще могли бы накидать ну и классическая на подсидельной трубе винты которые обычно в некотором роде ограничивают длину возможную длину подсидельника который можно запихнуть внутрь подсидельной трубы демоны винт не потеряли чем резинки сюда поставили нафиг эти резинки нужны честно скажу я не понимаю ладно карбоновый шатун который торец которого желательно защитить от механических повреждений сколов ну потому что по народному так сказать поверью карбон очень не любит все эти вещи до сколы и прочее расслоение алюминию ты чего ну поцарапаешь ты его чтобы за ногу зацеплялась эта резинка что ли при педалировании вряд ли конечно на прям сильно будет зацепляться но в общем не вижу я смысла в этой резинке повторюсь что лучше положили винты нормальные в комплект вот так двуручный ключ веломеханика или не потеряли винт от шатуна это было бы куда полезнее чем вот эти резиновые нахлобочки или знаешь у нас на заводе закончились винты но вот вам вот вам резиночка в качестве моральной компенсации которая у вас блин обязательно залезет под педаль в процессе закручивания и будет приведет к тому что вы запради затяните а на самом деле нет короче не знаю если вам не очень сильно хочется их видеть на своем велосипеде то с них совершенно смело снимайте выкидывайте практической ценности на этих шатунах они не имеют эти учитывая наклеечку made in germany на этом велосипеде его прям он он весит он тяжеленький уже стальной стальон его надо было назвать иосиф виссарионович есть тоже винтики над подтянуть на это попозже тоже диск немножко не доехал ровным ну да учитывая состояние коробки мне кажется это нормально посмотрел зазор в какую сторону то тормозной диск согнут и сейчас его будут нужно использовать ключик разводной ну вот и все диск выровнен и здесь гляди наконечник стоит но одна из нитей троса она вылезла то есть наконечники на самом деле барахло но что мне меня радует в этом грэвола туризм туристе я про раму так это конечно не постмаунт но и с маунт тоже хорошо это достаточно стандартное крепление можно ставить любые мтбшные тормоза единство что выбор у нас будет ограничен механикой из-за того что пистолеты те самые ручки которые стоят у нас на руле под гидравлику на великах шоссейных под под подрули бараны они стоят внушительных денег прям реально дороже чем под механику и соответственно даже для великов скажем выше полтинника механические тормоза дисковые это скажем объективная реальность потому что гидравлические пистолеты будут стоить слишком дорого отсюда на бюджетном грэвеле крепление пост маунт или international стандарт который позволяет люб использовать любые механические калиперы это реально классное решение косяку такого расположения тормоза что у нас рубашка ориентирована к верху и по тросику через отверстие соответственно в рубашку будет постоянно натекать вода и грязь грязь будет скапливаться вот здесь в перегибе в нижней части рубашка кстати джагуайр слик любя то есть внутри уже смазка есть и вот это грязище она будет мешать тросику шевелиться тросик к тому же оцинковка его можно смело пропитывать маслом чтобы он не корродировал то есть даже если сюда будет попадать чистая дистиллированная вода она все равно приведет тому что цинк начнет потихонечку окисляться и вот эти окислоцинка они прилипают к пластику которые внутри этой трубки внутри рубашки это ухудшает движение троса конечно руки у вас наверняка крепкие вы все равно все это дело продавите но использовать какой-нибудь чехольчик для защиты от воды будет хорошим решением что-нибудь нахлобучку какой-нибудь ну чтобы эта пипочка сидела поплотнее накинул туда еще резиновое колечко на резьбу тросик тросик смажу в этом месте до резинки чтоб пыль особо на нем не скапливалась не прилипала к маслу но повторюсь что случае с цинковыми торосами прилипающая пыль это меньшее зло а вот окисление троса это действительно проблема но все-таки при выборе механических тормозов обращайте внимание на передаточное отношение у шоссейных пистолетов другой ход ручки нежели чем у мтб рычагов тормозных ручек так что обращать на этот момент внимание и в случаях как раз с механическими пистолетами китайцы придумали но не только китайцы на самом деле думали гидравлические калиперы оснащать механическим приводом на самом деле штука совмещает себе недостатки и того и другого вида тормозов насчет преимуществ не знаю на практике надо проверять все впрочем те же avid b7 road дорожные никто не отменял прекрасные тормоза с хорошей мощностью главное купить кстати замечу что выпрямленный ротор при перегреве может возвращаться к своему скрывленному состоянию но также обращайте внимание на транспортировку перевозку чтобы ни к чему не прижимались на хранение чтобы ничего не прижималось тормозным диском многие версии тормозных дисков очень легко сгибаются бывают предложения отдавая эти пришлю коробку там ты соберешь обратно в коробку положишь мне отправишь уже настроенный типа типа а смысл тогда сборки вам надо собирать либо самостоятельно либо вот на месте чтобы вам вот собрали подключить сделали вы их или проверили все хорошо но этим пользуетесь сезон а когда мы типа выровняли все упаковали в коробку она поехала там какой-нибудь грузчик на коробку наступил два-три раза еще попрыгал по ней ну или просто банально там легло в машине там на нее что-то упало придавило все согнулось вплоть до того что могут появиться даже восьмерки обода кстати здесь достаточно жирные небольшое биение есть это подправиться но я имею ввиду их объем они габаритные но при этом колеса не ощущаются супер тяжелыми то есть стенка тонкая и устойчивость к восьмеркам появившимся самим по себе да из-за того что там спицы где-то что-то вот под расслабились у этих ободов определенно быть должна но насчет ударных нагрузок выдерживания вот именно ударных нагрузок когда пришло точечный удар там по бордюр поймали еще что в этом роде тут мне кажется будет ситуация не такой радужной как она кажется внешне исходя из такого пузатости этого обода просто за счет того что стеночка у обода тонкая да он сделан объемным большим это дает жесткость но толщина маленькая толщина стенки она на прочности позитивно не сказывается тектра мира называются эти тормоза ничего выдающегося у них нет сильно отрицательного про них тоже сказать ничего не могу колодки подходят стандартные шимановские лет 10 назад так было вообще не достать тормоза для колодки для дисковых тормозов и это прям было все ходили о если сотрутся что я буду делать то сейчас проблемы с этим нет и на данный момент уже потихонечку все катится к тому что колодки для ободных тормозов могут стоить дороже чем колодки для дисковых тормозов которые выпускаются просто огромными количествами богу над этим великом издевались если bigfoot там прям все вот все сделано что просто просто сам собрал его в кучку чуть-чуть там проверил настройки все и поехал то здесь надо прям возиться в общем надо подкладывать шайбочки ротор здесь хоть и 160 и переходник стоит под 160 но получается так что корпус калипера упирается во внешний периметр тормозного диска то есть его чуть-чуть ослабляешь все начинает крутиться до колодки не труд а когда затягиваешь до конца то корпусом корпус просто прижимается к диску надо соответственно вот здесь вот подложить две одинаковых шайбочки и все-таки как же хорошо что чудом просто начал сборку не именно с этого велосипеда потому что такие такой объем нюансов он сформировал бы очень негативное впечатление о бренде в целом но имея опыт сборки то есть там один из велосипедов там сборка то вообще практически была не нужно типа из коробки достал и можно ну считай что можно ехать там так чисто знаешь тряпочка от пыли протер от дорожной что-то по мелочи где-то подтянул проверил чтобы винты там не выпадали которые вот эти для крепления бутылочек все и можно ехать вот это было первое впечатление и прям вау-эффект здесь именно да и все-таки это видео выйдет самым первым на канале чтобы вы там скажем так прониклись немножечко моей болью и страданием которое может быть и на этом фоне следующие три гешта 2 еще два гештальта будут ссылки будут в описании естественно еще два гештальта они будут совсем вот по-другому собираться по-другому готовится к эксплуатации ну именно объем работы то есть там будет по сути полный восторг здесь пока приятные очень приятные впечатления также как на предыдущих то есть плотненько входящий подсидельный штырь в раму сварщики скажут ну опытные допустим хфобайк точно скажут что это очень хорошо кстати я вот тут воспевал дифферамбо ось классно классно а чё классно эксцентрик же легче снимать типа эксцентрик открыл колесо снял все пай пошел довольный у оси очень очень серьезный плюс против эксцентрика не только в том что при рулении больше точность торсионная жесткость вот это вот все это не всем надо особенно если кто-то и легенький ездок у них максимальная повторяемость позиционирование колеса при снятии установки то есть ты снимаешь колесо с вилки на оси ставишь его на место то вероятность того что ты вот поставишь колесо и у тебя тормоз не будет чиркать она намного больше чем в случае со вилками на эксцентрик эксцентрик он во первых там оси резьбой идет и эксцентрик всегда он норовит куда-нибудь чуть-чуть это все дело ввести в сторонку а ось она у него диаметр побольше все это пожестче ты это собрал и все норм прислушився слышишь тикает если вдруг столкнулся с таким тиканьем надеюсь было слышно то первое что ты проверяешь что вот это вот гаечка просто колесо камера накачали его подтянул слегка после этого накачал камеру и получилось что гаечка прослабилась она открутилась и вот это она на резьбе так перекладывается а мне не верят про перекладку подшипников на оси тут гаечка щелкает ну ладненько это все лирика но чем а больше о большем количестве таких вот мелких нюансов ты знаешь да просто может быть фоном слушаешь сейчас это дело там слушаешь вкусно себе кушаешь приятного аппетита если так и узнаешь какие-то мелкие нюансы а потом хопа раз столкнулся такой раз в голове но всплывет даже с ты фоном слушал так типа а вот там был такой случай там вот было что-то вот такое посмотрел хоп и решил неприятность легким движением руки кайф же правильно не длина рубашки здесь подобрана уже правильно в отличие от того велика который был меня ранее но выйдет позже к правильно лежит вот в этом направлении регулировка винт регулировки натяжения троса есть прямо на монетке то есть на ходу если что можно делать корректировать переклюк такой же самый advent x хорошая штука как показала практика настройки предыдущего велосипеда цепь здесь к тому же кмц и и работает она из коробки сразу намного лучше я когда собирал bigfoot нам выйдет видео позже насобирал я его раньше я еще очень сильно предполагал было бы цепь кмц наверняка бы работала почетче вот объективно не знаю как здесь по длине мне кажется что длина цепи она длина цепи здесь наверное как раз правильно и подобрана вот прям все без вопросов настроены из коробки несмотря на то что трос криво заведенная наверно может подкорректирую этот момент а может просто его за концу и данная на пожалуй просто его за концу и нормально ну уберу вот это тушение поставлю наконечник ну что настроено все с коробки хорошо может быть винт битэнш сейчас подкорректирую чуть-чуть посмотреть по длине троса перепроверю напомню что существует 23 винта всех переключателей три основных регулировочных винта один из них ограничивает смещение лапки на сторону пера чтобы цепь не скинула на перо другой винт ограничивает чтобы цепь не скинула в спицы и третий винт у нас отвечает за расстояние от ролика до звезды на сковородках настраивается просто включаем не самую большую но вот предыдущую звезду и смотрим зазор между зубами направляющего ролика и зубами самой большой звезды 13 миллиметра ну это так максимально простой понятный метод отрегулировал винт битэншен в качестве переключения особо ничего не изменилось но это на данный период когда цепь под износится это станет полезным то есть чутенько работает прямо из коробочки прекрасно вот ну хоть наконец-то хоть в этом то он меня действительно порадовал на самом деле задний тормоз тоже был настроен хорошо если бы вот коробку не попинали в дороге сильно то есть я там только подровнял диск и все и подтянул винты на всякий случай ну проверил затяжку винтов то есть тормоз был завода настроен хорошо только диск вот погнули при транспортировке задний переклюк несмотря на то что вот посмотри даже потертость есть и по нему прыгали помнишь да я показывал в самом начале пробития на коробке именно со стороны диска то есть несмотря на то что ему прилетало то есть вот этот переклюк работает хорошо он похож на шуманов shadow то есть у него минимально выступает профиль самого переключателя за габариты рамы и при этом он работает очень хорошо на этих 10 на этой 10 скоростной кассете также сама микота shift классно хорошо одобряю также напомню что здесь есть муфта муфта собачками то есть она с храповиком в срам и шимана используются муфты на роликах трения и она щелкает это нормально можно ее выключить только для выключения диск лапку надо пошевеливать все вот у нас лапка ходит свободно в таком режиме обычно переключение происходит чуть легче соответственно легче будет давить на монетки на все эти триггеры но не появляется вот момент что на расколбасе на кочках цепью может прилетать по перу начиная начиная начинает брякать ну и плюс эффективность работы вот этой звезды с переменной шириной зуба она снижается потому что ну цепь сильнее начинает трепыхаться в движении и может слететь когда у нас муфта включена лапка вперед идет потуже и соответственно вероятность удара цепью а перо снижается и вероятность на расколбасе что цепь не попадет куда-то в очередной раз на зуб ведущей звезды также сильно снижается то есть муфта это хорошо для трансмиссий в которых используется спереди одна звезда и отсутствует какая-либо направляющая в виде переключателя либо просто отдельный направляющий еще не недостаток покрышек пардон ободов без площадки под шнур отдельный то есть здесь просто ты видел да там такой просто выемка сделана такая полукругом без всяких премудростей площадке нет куда ложится шнур и соответственно покрышка все время норовит встать так как она вот слежалась она все время встает именно так как она слежалась приходится вот руками и там вылавливать и все равно утягивает потом в то положение к которому она привыкла то есть видимо придется ее оставить недокаченной немного чтобы она сколько-то постояла в том положении которое выставил так скажем так приз пристоялась притопталась к этому положению после этого только получится ее накачать дать ей давление потому что в противном случае ну часть шнура вылезает на этой стороне часть нуля на той стороне вылезает нет площадки нет опоры нет базы не за что сбазироваться резине то есть ободе я конечно хоть и будут жесткими будут долго держать восьмерки но хлопот при снятии установки резины они могут доставить что вот такого алюминиевого наконечника можно использовать каплю суперклея можно использовать трубочку термоусадочную неважно а вот использование не луновых хомотиков вместо вот этих защелок это действительно плюс как говорится болтать не мешки ворочать покрышку заду наперёд переднюю поставил на велик присел вспомнил что я болтал активно что-то рассказывал вам покрышку заднюю правильно поставил а передние не глядя а если не глядя то по закону подлости заду наперёд камеры кстати тоже ченг шинг таряр ну что проверим высказанную ранее теорию про устанавливаем автос по прав тофта он про повторяемость установки колеса работает базовым настройкам грэвелов шоссейников дорожников вот этих всех велосипедов можно отнести также и установку сидушек на мтб там в зависимости от того насколько низко ли высоко она у вас будет стоять будет меняться наклон именно седла тут конечно довольно специфично непривычно видеть вот такую как бы тут вмятинку да но тут сказывается как раз дополнительная подушечка которая здесь вот это запоминающая форму именно она формирует вот эту дополнительную горбинку и ну совсем точно понять как именно выставить сидушку непонятно но отправной точкой подсидельник у нас двухболтовый кстати один из винтов он тут криво встал ослабить надо поставить ровно отправной точкой в любом случае должна являться примерно горизонтальная линия у седла а дальше вы уже там под свои вкусы под свою посадку да если сильно высоко как седло у вас задрано то чуть-чуть нос пониже да кому-то наоборот удобнее чуть нос повыше но это уже скажем так частные случаи личные предпочтения отправная точка это вот горизонтальное положение сидухи также к базовым настройкам можно отнести положение руля которая опять же в качестве отправной точки имеет смысл сделать горизонтальным рычаги но пистолеты здесь стоят в принципе ровненько и ничего менять не нужно производитель мог бы с завода установить сразу одеть обмотку но из экономических вероятно соображений делать этого не стал хотя повторюсь что настройка базовая здесь сделано правильно ну мало ли у кого-то под свои вкусы есть желание изменить наклон рычагов относительно руля непосредственно для данной цели можно подснять чехольчики где-то должен быть винтик а вот он нашелся который притягивает хомут ну и соответственно повернуть вот в этом направлении рычаги либо сместить на руле непосредственно так как вам это будет казаться более удобным закрепил изолентой рубашку и соответственно буду сейчас потихонечку укладывать обмотку хлопотно это занятие обмотка здесь хорошего качества кстати в комплекте лежит скажем так наклеечка но здесь также есть и резинки я думаю что резинки будут даже симпатичнее но подклеить тоже можно будет оконцовку обмотки обмотка идет с самоклеющимся слоем то есть удобно для намотки иногда конечно со временем вот это самоклеющаяся основа создает некоторые проблемы при попытке повторно снять и повторно уложить обмотку ну там рвется обмотка немножко сильно приклеивается к рулю рвется поэтому и плюсы есть в этом и минусы но то что обмотку никуда не сползает хотя опять же если ее плотно укладывать то она и без самоклейки никуда не сползает и держится хорошо на своем месте направление укладки обмоточной ленты очень сильно зависит от личных вкусов того кто укладывает того кто катается общие ну в общих чертах наверное имеет смысл ну просто обращать внимание что что вот закручиваете рукой обмотка должна становиться ту же то есть едешь когда-то у тебя рука чаще сползает в ту сторону это обмотка должна соответственно затягиваться вот этим движением так могу берем еще немножечко лучше натягивать ее поплотнее не важно склеящимся на слоем или без но лучше натяг давать поплотнее чтобы она никуда не сползала не делозилась сделать четко на своем месте еще иногда бывает кусочек укладывают сюда чтобы закрыть вот эту часть но это опять же очень сильно зависит от того как мотать привычек того кто мотает привычек того кто предложил к продаже этот товар но я вот среднем мотаю вот таким вот образом чтобы развернуть направление два раза получается развернул ленту и она уматывается в общей сложности примерно в том же направлении чтобы опять же если мы руку укладываем да но как с рука скручивается по грипсе соскальзывает и затягивает ее еще сильнее но это повторюсь что более актуально для случаев когда у нас без самоклеющейся основы обмотка используется но как бы надежность в направлении укладки лишний не будет делаем лана перехлёст сейчас один затем перехлёст 2 и после этого продолжаем мотать верхнюю часть уже руля потихонечку образом плотненько укладываем здесь я заметил что уложил не плотно придется перемотать поэтому очень хорошо что я не обрезал но на финише ленты можно сделать вот такой вот рез чуть-чуть по диагонали использую допустим стандартную вот эту штатную ленту можно использовать изоленту мне честно говоря привычной изолентой ооо лента хорошая слушайте да прям очень хорошая лента она не растягивается как сопля пошел большинстве случаев она прям как сопля растягивается и совершенно бестолковым изделием является здесь прямо на такая жесткая четенькая и резиночку эту сверху сейчас заправлю будет красиво аккуратно теперь аналогичным образом перекладываю соседнюю обмотку ну здесь заправил этот край некрасивый все стало поприятнее посимпатичнее да сошлось аналогичным образом так же само по диагональке рез чуть-чуть сантиметр отсадить чтобы снизу оказалась эта законцовка и вот таким вот образом ее закрепить успел первая первая лента вот это первое которое действительно мне нравится она именно фиксирует обмотку чтобы обмотка никуда не убегала душ обычный ты берешь она как и растеклась как сопля а тут прям хорошо сделано можно да хотя бы финальный аккорд на этом велосипеде будет приятным только хоть хотел весь там нахвалить кто-то увидел что покрышка плохо сидит на этих ободах такое ну блин понятно лента у ленты фиговый клеящие клеящие способности фиговые она он отклеивается ну ладно хорошо что здесь есть резиночка и резиночка как раз этот момент должна будет сейчас компенсировать ну-ка залезаешь залезает сейчас мы его так вот прокручивая оденем на ленту о все красота закрываем капюшоны я говорил что иногда у обмоток есть кусочек маленький можно было в принципе отрезать кусочек укладывается вот в это место чтобы закрыть возникающую тут ну прореху что ли но здесь она хорошо закрывается капюшоном поэтому сильно запариваться по теме я в конкретно этом случае не стал то есть она здесь визуально закрыта хотя иногда есть такая позитивная штука хват вполне себе удобный то есть можно и вот так тормозить вот так тяжеловато дотягиваться отсюда руки дотягиваются хорошо можно ставить заглушки кстати оттуда из заглушек треугольничек как раз на самоклеечке и получилось взять соответственно вот эти маленькие кусочки треугольнички сейчас с помощью отвертки заправляю на место они там приклеится и будет себе спокойненько сидеть все будет прям конфеточно особенность запихивания баррент в рули с обмоткой в том что надо стараться зашкорить как можно аккуратнее вот этот край обмотки чтобы он под заглушку залез там сидел держался ею да выглядит как колхоз но вот блин вот так в шоссе устроено все это дело есть хоть заглушку еще нормальную положили с несколькими вот этими ребрами что ли за которые можно нормально зацепиться и нормально закрыть все это дело чтобы он спряталась туда бывает там просто такие знаешь такая просто пластмасска это типа втыкаешь она держится там за счет то что обмотка мягкой и типа ее чуть задел она вылетает кстати говоря да он тут какая-то такая голубая краска видимо велику конкретно досталось до того как он попал в эту коробку на коробке заметил что исправление есть маркером может быть он уже был когда-то собран ну и вот да то есть барренды обязательно надо ставить потому что иначе иначе можно будет помять раму она пишет стальная крепкая но вот так вот такая история она очень часто случается на гревелах шоссерах что руль тут не проворачивается совсем по поводу резиночки вот этой на рубашке было бы конечно очень позитивно если бы еще одна резиночка присутствовала на рубашке тормоза ну можно здесь допустим сделать какие-нибудь пару хомутов чтобы это дело держалось но это уже как скажем так опционально хотя честно говоря да наверно надо будет в общей сложности по этому велику велик в принципе очень интересный кайфовый стоимость его я точно не знаю оборудование здесь очень приятное то есть 111 advent x она работает прям классно из коробки мне понравилось цепь стоит нормально и первое что здесь я бы менял это подсидельные штыри ну как и на большинстве гревелов ставил бы карбоновый для того чтобы вот эта консоль за счет гибкости карбона дала нам еще немножечко комфорта либо на турбоподсидельник но опять же у гревелов проблема некуда ставить монетку управления турбоподсидельником следующий пункт под замену мне кажется пошли бы колеса это вот прям стандартно ты покупаешь если шоссейный дорожный гревельный велосипед начинаешь на нем кататься если тебе нравится ты хочешь однозначно сделать что-то с колесами первое что здесь можно сделать это заменить тяжелые камеры стандартные резиновые на полиуретан который будет весить в среднем в четыре раза меньше соответственно около 100 грамм мы экономим на каждом колесе появляется чуть чуть больше динамики в разгоне в торможении может быть тоже после если денег много удовольствия много и прям хочется развиваться то там можно будет поставить как карбоновые ободья по крайней мере в этом размере их будет легко найти и стоить они будут действительно недорого то есть колеса целиком смысла наверное заказывать нет потому что здесь уже хорошие втулки вилка на вилка здесь интересная она стальная и в целом должна работать очень хорошо в плане прочности здесь 15 ось но если очень захочется скинуть вес то на карбоновую перейти мягкую вилку на этот велик ставить ну не знаю сомнительная идея седло уже хорошие но если опять же захочется скинуть вес какое-то карбоновая менее мягкая с меньшим количеством наполнителя на карбоновых рамках да тоже можно будет скинуть какие-то граммы но опять же не вижу в этом глубокого смысла то есть велик сам по себе вот как готовое изделие он довольно таки интересный по весу да или а потому что он тяжеленький давай сделаем скажем так это заявление более объективным то есть может ну то что вес эта штука относительно тяжелый не тяжелый это очень относительная вещь 14 килограмм 14 килограмм 50 грамм с педалями полностью собранный велосипед это средний вес для обычного контрейника то есть средний вес это не тяжелый велосипед в целом вот но для грэвела может быть чуть-чуть тяжеловат до грэвела там 10 13 килограмм в среднем зависимости от материала рам остальные наверное 12 и выше носим пожалуй пока штука мне действительно по итогу понравилось все эти минорные небольшие маленькие нюансы недочеты устраняются довольно легко потерянный винт но это скорее всего разовый брак пока